Всем привет, вы на канале Роботоп. Встречи с животными могут быть не только интересными, но и очень опасными. Сейчас вы увидите подборку невероятных встреч людей с дикими животными, которые удалось заснять на камеру. И если понравится, жмите на колокольчик. Начинаем! Начнем с момента, который вы наверняка уже видели, но его можно посмотреть еще раз. К мужику на берегу реки подошел медведь-гризли. Он просто сел рядом и смотрел на реку, не обращая внимания на мужчину. Потом просто развернулся и ушел. Даже не представляю, каким испугом отделался этот мужчина. А этот медведь атаковал велосипедиста в лесу в Словакии. Животному не хватило всего 5 метров, но догнать велосипед он не смог. А это любительские кадры, на которых плавец отчаянно пытается добраться до пляжа, спасаясь от преследования гигантского крокодила Мексики. Туристы в ужасе снимали этот момент с подвесного моста, и все надеялись, что плавец успеет к суше. Хорошо, что мешался сообразительный наблюдатель, бросив в существо какой-то предмет и тем самым отвлек его. А тут мужчина на каяке проверяет закидушки, на которые он надеялся поймать большого сома. И вот он почувствовал, что попалось что-то очень большое. Но когда потянул добычу к поверхности и увидел зубастую пасть крокодила, он был по-настоящему шокирован. Эти лыжники исследовали новый маршрут в снежном лесу, но их ждала просто невероятная, встреча. Они заметили снежного барса, который в дикой природе почти не осталось. Животное сначала пряталось под снегом, а потом убегает. Лыжникам очень повезло его увидеть, да еще и заснять на камеру, просто невероятно. А вот встреча с носорогом, которая могла закончиться очень печально. Но мужику повезло, рядом оказалось сухое дерево, которое и спасло ему жизнь от злоб рогатого животного. Тут почти такой же случай. От самки с детенышем мужчину спасло дерево. Дальше момент, который выглядит смешно, но для мужчины это точно был самый опасный момент жизни. Большой разъеренный рогатый олень преследует его вокруг дерева. Случай произошел в лондонском Бушепарке. Хорошо, что мужчина сумел залезть на деревянное ограждение и остался цел и невредим. А этому охотнику повезло меньше. Олень его просто затоптал копытами, но он не пострадал. А вот житель Аляски, который выносил мешок с мусором в свой сарай. Хорошо, что он вовремя заметил лося, который подкрался сзади и сразу спрятался в сарае. Лось немного постоял и ушел. Дальше дикий слон, который постоянно контролирует свой участок дороги, в Катарагаме, Шри-Ланка. На этот раз он остановил целый автобус и уверенно решил ограбить водителя. Все, что ему нужно, это бананы. Наглый слон действует, как настоящий гаишник. Он просто засунул свой хобот сквозь окно и начал воровать бананы. Слон отпустил автобус только когда получил свою долю за проезд по его дороге. А вот тот же слон на следующий день, уверенно проверяет все грузовики на наличие фруктов или чего-нибудь съедобного. Вот еще один невероятный момент со слоном в индийском лесу. Огромное животное на большой скорости выпрыгивает из кусту прямо на человека. Слон резко останавливается и сразу убегает. Удивляет только спокойствие этого туриста, который почти не испугался. А этот бизнесмен уверенно идет на работу, не подозревая, что через несколько шагов его ждет неприятная встреча. Он зашел на территорию, охраняемую этим гусем, и сразу подвергся нападению этой птицы. Мужчина отбивался газетой, убегал и даже сделал удар ногой в стиле Спарта, только так ему удалось сбежать. Ну а это самое смешное нападение гуся, что я видел. Случай произошел на парковке. Гусь в полете атаковал мужика, который с остроху упал, а потом начал убегать со спущенными штанами. Вот еще один смешной случай. Бедного рыбака на каяке атаковал гусь. Мужчина не удержал равновесие и упал в воду. Хорошо, что рядом был друг, который помог ему залезть обратно. Дальше интересная встреча лицом к лицу с горным львом. Момент очень опасный, ведь пума охотится на оленей, которые больше человека по размерам. Мужчина все сделал правильно, при такой встрече главное не бежать и не поворачиваться к животному спиной. Можно еще кричать и поднимать вверх руки, чтобы казаться больше. А эта встреча с пумой на узком мосте выглядит страшно. А вот мужчина наткнулся на пуму с детенышами во время пробежки. Мать явно была не рада, она отгоняла мужчину от детенышей более шести минут. Пума вела себя очень агрессивно, но не собиралась причинять вред. Сложно даже представить, что ощущал перепуганный мужчина в этот момент. В конце пума развернулась и убежала. А вот случайная встреча с акулой, от которой просто сердце уходит в пятки. Мужчина прыгнул в воду с камерой со скалы. Но то, что ждало его под водой, не пожелаешь и врагу. Хорошо, что этот монстр не напал. А вот похожий момент. Тут акула чуть не зацепила голову ныряльщика своими зубами. А сейчас представьте себе ситуацию. Ночью вы идете на кухню попить воды, а там в вашем холодильнике роется медведь. Страшно представить, но такой случай был заснят домашней камерой видеонаблюдения в Колорадо. Хорошо, что домовладельцы спали наверху и увидели все происходящее только утром на записи. Этот случай произошел в заповеднике Йеллоустоун. На проезжую часть вышел огромный черный волк. Он просто покружил перед машиной и ушел.